Друзья, сегодня короткое видео. Есть такой феномен, применимый в самых разных сферах человеческой жизни. И его можно применить и к нашей с вами христианской жизни тоже, хотя впервые там о нем заговорили, наверное, психологи. То, что человек начинает, когда у него есть какая-то проблема, он начинает слушать специалистов. Он читает книги, он смотрит видео в интернете, он слушает лекции, там, часовые, двухчасовые, трехчасовые. Он много-много в себя впитывает, пытается разузнать все максимально, чтобы все было правильно, но он ничего не делает. Он не делает никаких, он не выполняет никаких советов, которые описаны в книге, которые он услышал в видео, которые он услышал в аудио лекции, на проповеди в храме там и так далее. То есть, представляете, и в чем тут как бы хитрость-то? То, что человек, если бы он просто ничего не смотрел, не слушал, он бы хотя бы думал, какой я позорник, я вообще ничего не делаю, я к царству небесному не стремлюсь. А тут с нашим сознанием происходит небольшая ловушка. И мы послушали два часа лекцию, и нам показалось, так, я уже вот узнал вот это то, я уже приблизился к своей цели. Я послушал проповедь, да, потратил на это 15 минут, я уже стал ближе к царству небесному. Но так неправильно говорить, если мы не меняем свою жизнь, если мы не внедряем те советы, те полезные какие-то правила, которые мы услышали в собственную жизнь. Вот давайте подумаем, каждый про себя, не являемся ли мы такими самоуспокоенными потребителями православных проповедей, которые много смотрят, много слушают, но ничего не делают. Мне кажется, это с той или иной степенью можно отнести к каждому из нас. Давайте делать так, как положено. Если мы читаем книгу, то читать ее с карандашом в руках, с блокнотиком, выписывать все практические моменты и все важные мысли, которые мы в ней прочитали. То есть работать с ней, как с учебником, относиться к каждой книге, к каждой лекции, к каждой проповеди, как к призыву к действию, к тому, что мы не просто должны слушать, но должны действовать, должны применять то, что услышали в жизни, опробировать, пробовать, что подходит, что нет, что нас приближает к Богу, что не приближает. А не просто слушать и наслаждаться сладкоголосыми речами. Подумаем об этом, пишите в комментариях, есть ли у вас такая проблема, или вы, к счастью, уже о ней знаете и успешно решили. Спасибо.